Ну, буквально, может быть, все-таки несколько слов после презентации профессора Леру. Действительно, очень многогранно, очень сложный, как всегда, очень детально проанализированная анализ мы увидели. Он определяет то, что для рака пищевода и для рака пищево-желудочного перехода возникает очень много вопросов, начиная от хирургического доступа, потому что они абсолютно различны при аденокарциномии пищевода, при раке пищево-желудочного перехода и при раке желудка с переходом на пищевод. Объем лимфодисекции и подходы к лечению. У нас сегодня будет возможность, когда профессор Леру подключится, потому что, действительно, проблема очень многогранна. Когда-то я, у меня одна диссертация кандидатская была по расширенной трехзональной лимфодисекции в хирургии рака пищевода, а докторская уже была по раку пищево-желудочного перехода. И многие подходы в своей работе я брал, как раз, именно из клиники в Левине у профессора Леру, из наших работ, нашей клиники таракальной в онкологическом научном центре. И могу сказать, что проблема реально очень сложна. Сегодня профессор Леру показал, может быть, только верхушку айсберга. На самом деле проблема, особенно с учетом появления новых возможностей комбинированной терапии, с учетом переносимости этой комбинированной терапии, мы знаем, что неоадювантная терапия переносится все-таки лучше, чем адювантная терапия. Хотя для хирурга всегда более приемлемо и более просто оперировать первичного пациента, чем пациента после индукционной терапии. Поэтому вопросов много, наверное, они еще, их предстоит разбирать. Ну, а я перейду к своей презентации. Это проблема современного подхода к терапии местно распространенного и диссеминированного рака легкого в 2021 году. Достижения и перспективы. На сегодняшний день мы видим, что рак легкого по-прежнему растет во всем мире, потому что если буквально совсем недавно мы видели около двух миллионов случаев рака легкого в мире, и рак легкого занимал первое место как в абсолютных, так и в относительных цифрах даже по отношению с раком молочной железы, то на сегодняшний день мы видим, что за два года были данные, срез глубокам проводят каждые два года, и вот этот срез на 2020 год был опубликован буквально месяц назад. Мы видим, что выросли и рак молочной железы, и рак легкого, но рак молочной железы вырос с двух миллионов на 261 тысячу случаев до 2 миллионов 261 тысячи случаев. Рак легкого несколько скромнее, и он уже занимает второе место – 2 миллиона 206 тысяч случаев. То есть около 11% и того, и другого заболевания. Также мы видим активный рост колоректального рака, он практически уже достиг двух миллионов. Тут уместно вспомнить, я тут вчера, когда этот слайд смотрел, готовил, вспомнил конференцию, которая проходила, ну, по сегодняшним меркам относительно недавно, это был где-то 2007 год, многие хирурги помнят, тогда Виктор Сергеевич Савельев издавал к своему 70-летию, так сказать, сборник научных трудов, и на конференции, которая этому была посвящена, было выступление сначала Михаила Ивановича Давыдова, а после него Владимир Дмитриевич Федоров выступал, это был директор Института Вишневского в то время, и Михаил Иванович, так сказать, тогда показывал, что рак желудка занимает второе место в тугуре заболеваемости, в Российской Федерации более 46 тысяч случаев. Статистика была немножко тогда сложна, никто истинные цифры статистики не видел, и когда вышел Федоров, он, так сказать, немножко с обиды сказал, что вы знаете, Михаил Иванович, а у нас в этом году рак, колоректальный рак действительно подрос и уже догнал рак желудка, то есть в то время, а это 15 лет назад, колоректальный рак только догонял рак желудка, а на сегодняшний день он уже занимает третье место в структуре заболеваемости, это вот относительная цифра на 100 тысяч населения, мы видим, что если для рака молочной железы он встречается с частотой где-то около 60 на 100 тысяч населения, то на втором месте рак предстоятельной железы, а третье место все равно рак легкого, 24 случая на 100 тысяч населения, но при этом рак легкого однозначно опережает все остальные опухоли по уровню летальности, порядка 18 на 100 тысяч населения. Не переключает, ага. И вот страны с наиболее высоким уровнем заболеваемости, это страны экономически развитые, где у нас активная промышленность, это в первую очередь, конечно, Азиатско-Тихоокеанский регион, в первую очередь Япония и Китай, и также Южная Корея, не северная, это американский континент, это США и Канада, и, конечно же, Европа, причем в основном как раз крупные экономически развитые страны. Это показатели уже в абсолютных цифрах, мы видим, что рак легкого по абсолютным показателям летальности превышает рак молочной железы и колоректальный рак, хотя мы видим, что колоректальный рак уже нагоняет рак легкого во всем мире. А это показатели выживаемости в основных экономически развитых странах. Показатели только трехлетние, потому что сложно сделать срез пятилетний. Но вот трехлетние мы видим, что ранние стадии, это с первой А, первая Б и вторая А, мы видим показатели трехлетней выживаемости на уровне 60-65%. Местно распространенные, это вторая Б и все третьи стадии составляют около 30%. Это трехлетняя выживаемость, значит, пятилетняя будет порядка 20%. И четвертая стадия сейчас принципиально изменилась, изменилась благодаря появлению нового подхода, благодаря иммунотерапии. Мы видим некоторый рост выживаемости, который трехлетняя достигает 10%, ну а пятилетняя находится на уровне 5%. Для Российской Федерации в 2018 году рак легкого составлял более 61 600 случаев заболеваемости. Для Российской Федерации более 70% это пациенты в местно распространенной и диссиминированной стадии. Третья и четвертая стадии. Медстатический рак легкого составляет около 56%. Пятилетняя выживаемость у нас около 5%. В 2019 году мы видим тенденцию к снижению частоты рака легкого. Это, возможно, тенденция, которую мы видим последние 10 лет. В Российской Федерации уже заболевает чуть более 60 тысяч человек, но при этом летальность составляет более 50 тысяч человек. А рак легкого имеет одно из наиболее высоких индексов агрессивности. Индекс агрессивности для рака легкого 0,9. То есть из 10 диагностированных 9 умрет от заболевания. Несколько выше только рак печени, желчных протоков и поджелудочной железы. На сегодняшний день принципиально изменилась парадигма в лечении, потому что помимо трех китов онкологии, химиотерапии, хирургии и лучевая терапия, у нас появилось два направления. Это таргетная терапия. То, о чем говорил Евгений Наумович именитов. То, что имеет свои драйверные мутации, а, соответственно, может иметь точку приложения для химиопрепаратов, для таргетных, точнее, препаратов. И, конечно же, иммунотерапия, которая принципиально изменила всю структуру, потому что если раньше основная цель лечения, это было увеличение продолжительности жизни времени до прогрессирования, уменьшение симптомов болезни и улучшение качества жизни, очень важный фактор, то сейчас ситуация кардинально изменилась, потому что мы уже можем говорить о излечении или переводе в длительно текущее хроническое заболевание части случаев. Как при этом изменилась медиана выживаемости? Она изменилась практически радикально, причем в отерлинии проходит по перелому между 20 и 21 веком. Потому что если в 20 веке до 2000 года у нас медиана выживаемости пациентов раком легкого была очень низкая, порядка 10-11 месяцев, и не перешагивала за рубеж в 12 месяцев, то есть в один год, то с появлением первых таргетных препаратов, это бевоцезумаб на тот момент, исследование 2002 года, то есть проведение комбинированной антиангиогенной терапии, изменило медиану, медиана выросла до 12 и 6 месяцев, то есть перешагнула за один год. При появлении таргетных препаратов, а это где-то 2010 год, у нас медиана выживаемости сделала шаг в сторону, сначала это было 12 месяцев, потом появились препараты 2-3 поколения, на препаратах 3-го поколения медиана выживаемости уже вырастает до 19 месяцев. При появлении иммунотерапии, сейчас мы об этом поговорим, медиана выживаемости возрастает до 26 месяцев, а длительные и последовательные назначения ингибиторов тирозинкиназы при наличии опухоли с драйверными мутациями, это те самые ИГФР, ИЛК и РОС-1 опухоли рака лёгкого, она возрастает до 39 месяцев. На сегодняшний день абсолютно правильно Евгений Наумович сказал, у нас существует чёткая структура определения алгоритма лечения, в начале у пациентов, в первую очередь, не плоскоклеточными формами рака лёгкого, а эта группа для европейских стран составляет, и для Америки составляет более 70%, выявляем мутации ИГФР, ИЛК, РОС-1, сейчас обязательное исследование на НТРК, и медамплификацию, плюс для курящих это БРАФ и КЕЙРАС. Как только мы вычленяем группу с наличием драйверных мутаций, мы определяем у пациентов без мутационных. Наличие, единственный такой прогностический предиктор, и он предиктивный прогностический фактор, это уровень ПДЛ-экспрессии в опухоли, и в зависимости от уровня ПДЛ-экспрессии мы назначаем пациентам либо иммунотерапию в монорежиме, либо в комбинации с химиотерапией. Основные ключевые исследования, которые у нас были опубликованы, это в монорежиме КНО-24, сейчас я напомню эти исследования, комбинированные режимы КНО-189 и 407, и исследования МПАРУ-150, о котором тоже сегодня будем говорить. В первой линии напоминаю классическое исследование, это был 2017-2018 год, два параллельных исследования, КНО-24 и ЧЕКМЕЙ-26, и 26-ое исследование оказалось негативным, а вот КНО-24 это было положительное исследование, достаточно небольшое, но очень элегантное исследование, около 300 пациентов, пациенты рандомизируются первичные, с четвертой стадии немелкоклеточного рака легкого, без драйверных мутаций, это обязательный критерий, с обязательным уровнем ПДЛ-экспрессии более 50%, на две группы, в одной группе получают пембролизума, в другой группе получают химиотерапию, платиновые дублеты, причем в группе химиотерапии, при прогрессировании процесса, пациенты переводились в группу с иммунотерапией, и это, так сказать, немножко изменило окончательные результаты, потому что потом мы увидим, сейчас кривые выживаемости, что кривая из группы химиотерапии, хорошо подтянулась в группе с иммунотерапией, что немножко, так сказать, изменило отдаленные результаты, Но группа пациентов с наличием высокой ПДЛ-экспрессии более 50% – это пациенты, которые при появлении иммунотерапии, если в эру до иммунотерапии они имели очень негативный прогноз, потому что высокая ПДЛ-экспрессия определяет значимую иммуносупрессию, отсутствие специфического иммунитета для опухоли и быструю прогрессию опухоли, то в данном случае появление иммунотерапии принципиально переломило ситуацию, потому что ответ пациентов с гиперэкспрессией ПДЛ-1 при применении иммунных препаратов протекает практически как при применении цито-токсических препаратов, то есть среднее время до развития ответа 2 месяца в обоих группах, что говорит о быстрой эффективности терапии. Продолжительность ответа в группе с иммунотерапией не достигает медианы, объективный ответ увеличивается на 17% с 28% до 45%. Очень впечатляющие результаты по безрецидивной выживаемости. Мы видим, что если медиана увеличивается, может быть, не очень значимо, но это обычная ситуация, потому что вначале обе кривые идут параллельно, и мы видим, что пациенты из группы иммунотерапии отвечать начинают, где-то эффект появляется после 3-4 месяцев терапии, то трехлетняя выживаемость возрастает в 5 раз с 4 до 23%, а это показатели общей выживаемости. Мы видим, что кривые начинают сепарироваться рано, расходиться, кривая с иммунотерапией выходит в плату, медиана выживаемости увеличивается в 2 раза с 13 до 26 месяцев, а при этом объективная 5-летняя выживаемость также увеличивается практически в 2 раза с 16 до 32%, разница статистически высоко достоверна. Помимо анти-ПД-1 препаратов, на сегодняшний день в нашей практике существуют еще и анти-ПДЛ-1 препараты. Один из ключевых препаратов – это отезолизумаб, точкой приложения которого является ПДЛ-1 легант, легант рецептора программируемой клеточной гибели. При этом, благодаря тому, что препарат блокирует сам легант ПДЛ-1, соответственно, этот легант не вступает в взаимодействие с тол-рецептором B7, а основное функциональное значение тол-рецептора – это активация CD28 и активация неактивных Т-лимфоцитов. Тем самым, назначение отезолизумаба в первой линии может, с одной стороны, инициировать развитие и раннюю активацию иммунной системы, и при этом иммунная система распознает опухолевые клетки, то есть эффекторные Т-лимфоциты распознают опухолевые клетки и их уничтожают. При этом, благодаря тому, что блокируется только ПДЛ-1, но не ПДЛ-2 рецептор, сохраняется иммунный гомеостаз с сохранением активации эффекторных Т-лимфоцитов и гомеостаза всей иммунной системы. При этом, что называется, исходя из теории, мы видим, что наночение анти-ПДЛ-1 препарата имеет несколько большие преимущества в прайминге опухолевых клеток и эффективности эффекторных Т-лимфоцитов, в то же время не увеличивая и даже несколько снижая частоту аутоиммунных реакций на примере пульмонита. Так сказать, из мета-анализа, который был опубликован в 2018 и в 2017 году, Пила и, соответственно, и Хангера, было показано, что при применении анти-ПДЛ-1 препаратов частота пульмонитов несколько ниже, чем при применении анти-ПДЛ-1 препаратов. Исследование EMPOWER-110, которое было опубликовано, те же самые критерии включения, но в это исследование включались пациенты с четвертой стадии. При отсутствии драйверных мутаций обязательно с высоким уровнем ПДЛ-экспрессии. Пациенты стратифицировались по полу, с состоянию по ЭКОК-статусу и гистологической структуре опухоли. В одной группе пациенты получали отезолизумаб в стандартной дозе раз в три недели. В другой группе они получали химиотерапию в зависимости от гистологической структуры опухоли. Плоскоклеточный или неплоскоклеточный рак. Отезолизумаб начался до одного года. Авторы получили статистически достоверное улучшение безрецидивной выживаемости. Медиана увеличилась на три месяца. Одногодичная выживаемость увеличилась практически на 15% с 22% до 37%. Общая выживаемость также значимо выросла. Медиана увеличилась на 7 месяцев с 13 до 20 месяцев. Одногодичная выживаемость объективной данной увеличилась на 15% с 50 до 65%. Это данные, которые были опубликованы в этом году на конгрессе по раку легкого, который недавно завершился. Было показано, что частота объективного ответа у гиперэкспрессоров по PD-L1 в группе отезолизумаба составила 40% и была на 12% выше, чем в группе химиотерапии. Медиана выживаемости сохраняется на уровне 8 и 2 месяцев. При этом одногодичная выживаемость увеличилась на 20% безрецидивной с 19 до 39 месяцев. Аналогичные данные по общей выживаемости. Медиана общей выживаемости увеличилась на те же самые 7 месяцев с 13 до 20 месяцев. Но играет роль вот эта вот таблица слева. Это причина, почему в группе с химиотерапией медиана выживаемость составила 13 месяцев, то есть перешагнула за один год. А потому что пациенты, которые получали химиотерапию в первой линии, при прогрессировании 54% пациентов в последующем получала иммунотерапию. Вообще они получали более одной линии терапии. 34% получали, даже 35% получали иммунотерапию. И еще в последующем получали химиотерапию. То есть сама кривая подтянулась в целом. Потому что если провести анализ когортный с исключением пациентов, которые получали вторую и последующую линии терапии, то эффективность отезолизумаба в первой линии была более значима, чем эффективность химиотерапии. Мы видим, что частота объективного ответа увеличилась на 10%. И в группе с отезолизумабом медиана длительности ответа достигнута не была. Если мы сравниваем исследования КИНО-24 и ЭМПАУР-110, мы видим, что медианы безрецидивной выживаемости приблизительно одинаковые. Соответственно, 7 и 8 месяцев. Медианы общей выживаемости в группе с пембролизумабом несколько выше 26 месяцев. В группе с отезолизумабом 20 месяцев. В принципе, данные сопоставимы. При этом в группе с отезолизумабом частота побочных эффектов значимо ниже, чем у пациентов, которые получают химиотерапию. Нежелательные явления любой степени составляли 90 против 95%. Нежелательные явления третьей-четвертой степени, которые связаны с лечением, были практически в три раза ниже в группе отезолизумаба. 13 против 44%. И нежелательные явления, которые привели к досрочному прекращению терапии, тоже были более чем в два раза ниже. 6 против 16%. Но это мы говорим про группу пациентов с наличием ПДЛ-экспрессии, гиперэкспрессии. Более 50%. На круг эта группа составляет около 20%, максимум 25%. Какие варианты у нас есть по пациентам из других групп? В данной группе, на самом деле, основным ключевым фактором является, конечно, на сегодняшний день две концепции. Одна концепция – это превращение неиммуногенной опухоли в иммуногенную и быстрое подавление роста опухоли за счет применения цитотоксических препаратов. То есть сочетание иммунотерапии и химиотерапии. Эта концепция пошла в клиническую практику где-то с 2019 года. Мы видим, что благодаря применению цитотоксических препаратов, то есть химиопрепаратов, они, с одной стороны, усиливают прямую противоопухолевую цитотоксичность, увеличивают лизис опухолевых клеток, увеличивают антигенпрезентацию. С другой стороны, химиопрепараты подавляют иммуногенный разрыв в зоне первичной опухоли, увеличивают доступность эффекторных Т-лимфоцитов, инфильтрацию опухоли эффекторными Т-клетками и, соответственно, локальный цитотоксический эффект. Ключевые исследования – это исследование K-NOTE-189. Исследование включало более 600 пациентов, пациенты четвертой стадии, без драйверных мутаций. Пациенты были хорошо, так сказать, сертифицированы по уровню ПИДИАЛИЭКСПРЕССИ. В одной группе пациенты получали двойную цитотоксическую терапию, препараты платины плюс пиметриксет, напоминаю, что включались только неплоскоклеточные формы рака, плюс пембролизумаб с последующей поддерживающей терапией пембролизумаб плюс пиметриксет. В другой группе получали ту же самую химиотерапию с плацебо, с последующей поддерживающей терапией пиметрикседом. Авторы получили значимое улучшение как общей, так и безрецидивной выживаемости. Причем общая выживаемость, мы видим тоже раннее расхождение кривых. Кривая с иммунотерапией выходит в плата. Медиана выживаемости увеличивается более чем в два раза с 10,6 до 22. Месяцев двухлетней выживаемости увеличивается с 27 до 46%. Но при этом, когда мы проводим поданализ, мы видим, что если у пациентов с гиперэкспрессией более 50%, действительно, пациенты, которые получают комбинированную терапию с пембролизумабом, имеют значимые преимущества. Медиана выживаемости составляет 27,7 месяцев. Это очень хорошие показатели. То у пациентов с умеренной педиэкспрессией, а у пациентов с негативной педиэкспрессией вообще преимущества, к сожалению, очень быстро нивелируются. Несмотря на то, что медиана выживаемости вроде как неплохая в группе с негативной педиэкспрессией, правый график, 17 месяцев, но мы видим, что в течение трех лет практически все пациенты погибают. Поэтому очень интересное исследование EMPOWER-150, в которое включаются пациенты с теми же самыми критериями включения, но в эту группу еще включались пациенты с наличием ИГФР и АЛК-мутаций при прогрессировании на фоне терозинкиназных ингибиторов первой линии. Сначала всего было включено более 1200 пациентов. Пациенты стратифицировались на три группы, рандомизировались. В анализ попали только две группы. Это группа с тройной комбинацией, то есть два химиопрепарата плюс бево-цизумаб с последующей поддержкой бево-цизумабом, против группы с четверной комбинацией, квартет так называемый, два химиопрепарата плюс бево-цизумаб плюс отеза-лизумаб с последующей поддерживающей терапией отеза плюс бева. Смысл добавления бевоцезумаба к этой комбинации – это в первую очередь блокада ангиогенеза. И вот тут как раз, так сказать, на последнем конгрессе по раку легкого была отдельная презентация в разделе «Теоретические основы химиотерапии рака легкого». Там были показаны процесс ангиогенеза, развитие патологической сосудистой сети. И в опухоли очень красивое видео, я, к сожалению, не смог его перенести на слайды, ну, наверное, к нашей декабрьской конференции, которая у нас будет, как обычно, в первую субботу декабря. Я всех приглашаю на эту конференцию, я это видео уже точно перенесу. И там очень красиво показано, как на фоне раннего назначения бевоцезумаба изменяется структура сосудистой сети. Она нормализуется, потому что если патологическая сеть, она очень хаотична с большой количеством экстравазаций, то при назначении бевоцезумаба она, так сказать, превращается в более стандартную, то есть нормализованную сеть. Улучшается перфузия опухоли, улучшается доставка химиопрепаратов и цитоксических клеток. При этом мы знаем, что ангиогенез патологический – это один из процессов ускользания опухоли от иммунной защиты, потому что назначение, то есть появление высокого уровня фактора энтериального, так сказать, фактора энтериального фактора роста опухоли, она, с одной стороны, блокирует созревание и появление дендритных клеток, способствует неовускулиризации опухоли с ранним метастазированием, а также стимулирует экспансию супрессорных клеток мейлоидного ряда в первичную опухоль с подавлением локального иммунного ответа. Это очень важный фактор. Плюс блокада VGF-бевоцезумабом, она, с одной стороны, восстанавливает баланс воскулиризации, она увеличивает количество селектинов и молекул межклеточной адгезии, что увеличивает, с одной стороны, пролепание и роллинг иммунокомпетентных клеток, их проникновение в первичную опухоль, с другой стороны, она увеличивает локальную токсичность эффекторных иммунных клеток с увеличением уровня CD8, хелперного звена в зоне опухоли, и увеличением иммунного ответа. При этом мы знаем, что, конечно же, диссеминированный рак лёгкого, с одной стороны, всегда характеризуется широким распространением опухоли, большим объёмом метастатического компонента в опухоли. Мы знаем, что суммарный диаметр опухолевых очагов, если мы их посмотрим, они, как правило, превышают у каждого четвёртого пациента 100 мм, то есть 10 см, каждый четвёртый пациент имеет метастазы в головной мозг, каждый шестой пациент имеет метастазы в печень, а это очень неблагоприятная группа, и каждый второй пациент имеет более двух метастатических очагов. В исследовании Empower 150 все группы были хорошо сбалансированы по подгруппам, при этом обращаю ваше внимание, что если у 50% пациентов отмечалась положительная PDL-экспрессия, то у 50% отмечалась негативная PDL-экспрессия, а менее 1%. И количество пациентов с наличием EGFR и алкоммутации составляли на круг 10,4%, соответственно. В группе с квадритерапией, то есть четырёхкомпонентной терапией, чисто объективного ответа увеличивалось на 30%. Медиана общей выживаемости увеличилась, соответственно, с 15 до 20 месяцев, при этом 15 месяцев было получено, опять же, за счёт большого перехода пациентов из группы стройной комбинации в группу с иммунотерапией в последующем, в последующей терапии. Выживаемость пациентов с наличием метастаза в печени – это крайне неблагоприятная группа. Раньше медиана выживаемости не превышала 6-7 месяцев. В данном исследовании она перешагнула за рубеж в 12 месяцев, составляя 13,2 месяца, и была значимо лучше, чем у группы сравнения. При этом при большом массиве опухоли, более 100 мм, медиана выживаемости ставила 15,5 месяцев, а у пациентов, у которых объём метастатического поражения был менее 100 мм, то есть менее 10 см, она ставила более 20 месяцев. При этом при наличии более двух метастатических очагов, медиана ставила 17,6 месяцев, а у пациентов менее двух очагов она ставила 22,5 месяца, и также была значимо лучше, то есть пациенты переносили терапию очень хорошо. Отдельно следует рассмотреть пациентов, которые прогрессируют на фоне тирозинкиназных ингибиторов. В первой линии это пациенты с наличием ИДЖФР и ЛК-мутаций. Анализ проведён только для пациентов с ИДЖФР-мутированным раком лёгкого. Эта группа всегда протекает достаточно благоприятно, но если пациенты прогрессируют, то есть развивается резистентность, всегда нужно понять, каков механизм резистентности, потому что если для первичных пациентов с ИДЖФР-мутацией 60-70% пациентов в последующем имеют мутацию Т790М и специфический препарат Асимертениб, либо комбинацию с антивИДЖФ и антиИДЖФР-терапией, то у пациентов, в которых существуют другие варианты прогрессирования, конечно же, вариантов терапии может быть не очень много. В данной ситуации четверная комбинация позволяет достичь медианы выживаемости во второй линии 29 месяцев, что значимо лучше, чем у пациентов, которые таргетную терапию не получают. Что касается побочных эффектов, то частота побочных эффектов, связанных с химиотерапией в группе с квартетом, соответствовала группе пациентов, которые получали тройную комбинацию. Что касается иммунных ответов, таких как сыпь, гепатит, гипотириоз и инфузионные реакции, кстати, вот наиболее частые варианты аутоиммунных реакций, то мы видим, что они в общем сопоставимы и, как правило, составляли первую и вторую степени. В этом году на конгрессе по раку легкого был отдельно проведен субанализ пациентов из исследования Эмпауэр-130, 132 и 150. Это комбинированная группа пациентов, которые получали отезолизумаб в первой линии в комбинации с химиотерапией. Общая группа ставила более 2500 пациентов. Если учитывать, что в исследовании Эмпауэр-130 рандомизация была 2 к 1, то в группу, комбинированную с отезолизумабом, вошло более 1400 пациентов. При этом степени побочных эффектов также разделялись на первую, вторую, третью и четвертую. Наиболее частыми побочными эффектами были сыпь, гепатиты аутоиммунные, гипотириоз и пневмониты. Часто пневмонитов, кстати, составило 6%, что выше, чем в том метаанализе, о котором я говорил в начале. Но при этом четко было показано, что пациенты, которые получали отезолизумаб, у которых была первая, вторая степень побочных эффектов, медиана выживаемости в этой группе возрастала до 25 и 7 месяцев. Напоминаю вам аналогию, что пациенты, которые получают анти-GFR терапию при колоректальном раке, при развитии аутоиммунных, точнее не аутоиммунных, а кожных токсичностей, обычно эта группа характеризуется значимым улучшением выживаемости. Аналогичные данные были показаны для неволумаба у пациентов с почечно-клеточным раком, когда на фоне развития аутоиммунных реакций первой-второй степени при отмене последующей терапии выживаемость в группе пациентов, у которых терапия была отменена, также была значимо лучше, чем в общей популяции пациентов, которые продолжали получать терапию. И наиболее значимое улучшение было отмечено у пациентов, у которых степень тяжести аутоиммунных реакций первая-вторая. Исследование KNOTE-407 – это исследование для плоскоклеточного рака с пембролизумабом. Здесь критерии были те же самые, что и в исследовании 189 и EMPOWER-150. Пациенты получали двойную химиотерапевтическую комбинацию плюс пембра в одной группе, либо плацебо в другой. Мы знаем, что плоскоклеточный рак характеризуется всегда более плохим прогнозом, чем неплоскоклеточные раки, но при этом мы видим, что частота объективного ответа в группе с пембролизумабом и двойной комбинацией была на 20% выше, чем в группе с простой химиотерапией. Частично ответ увеличился практически в два раза с 35 до 60%. А это вот кривые общей выживаемости. Мы видим, что пациенты, которые получали двойную комбинацию химиотерапии плюс пембролизумаб, имели значимо лучшие показатели медианы выживаемости с 11 до 17 месяцев и двухлетней выживаемости. Но вот когда мы смотрим под анализ, то если пациенты с наличием положительной педиэлиэкспрессии действительно выигрывали от такой комбинации, двухлетняя выживаемость достигала 42%, то у пациентов, которые отмечалась негативная педиэлиэкспрессия, а это около 50%, мы видим, что кривые на уровне двух лет начинают пересекаться. И очень важным в этом плане имеются те данные, которые мы получили и были опубликованы на АСКО в 2020 и в 2021 году. Это применение двойной иммунологической блокады анти-CTLA-4 и анти-PD-1 в сочетании неволумаба и пелемумаба. Два исследования – это Checkmate 227. Смысл двойной комбинации – это различные точки приложения и комплиментарный механизм взаимодействия анти-CTLA-4 и анти-PD-1 препаратов, когда они потенцируют друг другу, потому что блокируют иммунный ответ, точнее блокаду иммунного ответа на двух уровнях. Критерии включения те же самые – пациенты с четвертой стадии опухоли, пациенты без предшествующей терапии при отсутствии драйверных мутаций GFR и ALK. Пациенты рандомизировались в соотношении 2 к 1. В одной группе пациентов с положительной PD-экспрессией более 1180 пациентов получали 3 рукава, либо двойную комбинацию НИВА плюс ИПИ, либо химиотерапию НИВА-ЛУМАП в монорежиме. В группе пациентов с негативной PD-экспрессией менее 1%, всего было включено 550 пациентов. Пациенты получали либо также двойную комбинацию, либо химиотерапию, либо сочетание НИВА-ЛУМАП плюс химиотерапии по аналогии с исследованиями с двойной комбинацией, потому что это негативная группа с негативной PD-экспрессией. И первичная конечная точка – это либо время до прогрессирования, либо общая выживаемость. Это очень важный фактор. И авторы получили замечательные результаты, потому что если у пациентов с наличием положительной PD-экспрессии медиана выживаемости составила 17,1 месяц и трехлетняя выживаемость 33% была значимо лучше, чем в двух группах сравнения, то у пациентов с негативной PD-экспрессией, неблагоприятная группа, мы видим те же самые критерии, те же самые результаты. Медиана выживаемость 17,2 месяца, а трехлетняя выживаемость 34%, и она значимо лучше, чем у пациентов, которые получали либо двойную комбинацию неволума плюс химиотерапии, либо химиотерапию. Разница оказалась статистически достоверна. При этом, как я уже говорил, частота объективного ответа и длительность ответа у пациентов в обоих группах и при положительной, и при негативной PD-экспрессии была значимо лучше у пациентов, которые получали двойную комбинацию. Частота побочных эффектов была наивысшей в группе пациентов, которые получали либо химиотерапию, либо сочетание химиотерапии плюс неволумаб. В группе с неволумабом, либо с двойной комбинацией, частота побочных эффектов составляла где-то 66,77%, а нежелательное явление 3-4 степени, которое требовали прекращения терапии, составляло, соответственно, 20 и 33%. То есть цифры были достаточно приемлемы. Еще более интересно, вот это были получены в исследовании 9LA, где та же самая двойная комбинация, НИВА плюс ИПИ, причем здесь в данном случае она была гармонизирована по срокам назначения химиотерапии, потому что неволумаб назначался в дозе 360 раз в 3 недели, то есть гармонизирован со схемами химиотерапии. Ипилимумаб в минимальной дозе 1 мг на кг раз в 6 недель с целью уменьшения общей системной аутоиммунной токсичности, но при этом не было ограничений по количеству введений ипилимумаба. Химиотерапия только 2 цикла в зависимости от гистологической структуры опухоли. Группа сравнения – это химиотерапия. Гравный критерий эффективности, то есть первичная и конечная точка – это общая выживаемость. Очень важный фактор, потому что мы видим огромное количество исследований, где конечной точкой является суррогатный показатель безрецидивной выживаемости. А мы прекрасно знаем, что безрецидивная выживаемость не всегда транслируется в улучшение общей выживаемости. Группы были хорошо сбалансированы, при этом прекращение терапии ипилимумаба составило на круг только 5%. Прекращение двойной комбинации было, так сказать, более 9 курсов получили большинство пациентов. Прекращение в итоге было у 74%. Авторы получили неплохие показатели, даже бы я бы сказал очень хорошие, потому что медиана общей выживаемости составила 15,6 месяцев. Одногодичная выживаемость – 63%. При проведении стратегизационного анализа было показано, что выигрывают все пациенты моложе 75 лет, вне зависимости от пола, вне зависимости от ЭКОК-статуса. Преимущественно выигрывают курильщики. Пациенты выигрывают вне зависимости от гистологической структуры, опухоли, плоскоклеточный рак, либо неплоскоклеточный рак в обоих группах. Наиболее значимый эффект и выигрыш был получен у пациентов с наличием такого неблагоприятного фактора, как метастазы в головной мозг. Сейчас я покажу данные под анализы в этой группе, которые были представлены на недавно завершившемся конгрессе по раку легкого. И выигрывали все пациенты вне зависимости от уровня пидиэлиэкспрессии, даже пациенты с негативной пидиэлиэкспрессией. Это вот выживаемость пациентов плоскоклеточный и неплоскоклеточный рак. Мы видим, что для пациентов неплоскоклеточным раком медиана выживаемость составляет 17 месяцев, одногодичная выживаемость 63%. Ну и для пациентов плоскоклеточным раком медиана составляет 14,5 месяцев, а одногодичная выживаемость те же самые 64%. Выигрывают пациенты всех групп. Конечно, в наибольшей степени пациентов с гиперэкспрессией более 50%, но при этом и у пациентов с негативной пидиэлиэкспрессией одногодичная выживаемость составляет 63%. А это под анализ пациентов с наличием метастазов в головной мозг. Данные, которые были опубликованы буквально две недели назад на Конгрессе по Раку Лёгкого. Мы видим, что пациенты с наличием неактивных метастазов в головной мозг имеют медианную выживаемость около 19 месяцев, и она даже лучше, чем в группе сравнения пациента при отсутствии метастазов в головной мозг 15 и 6 месяцев. При этом, если пациенты отвечают на терапию, то есть у них регрессия метастазов, то медиана безрецидивная выживаемость составляет более 10 месяцев, а пациенты, которые отвечают на терапию, объективный ответ опухоли составляет 43%, а медиана длительность ответа составляет 15,5 месяцев. То есть для пациентов с наличием метастазов в головной мозг двойная комбинация с двумя циклами химиотерапии является, наверное, схемой выбора. Аналогичные данные были представлены на АСКО в 2021 году. Мы видим, что медиана выживаемости при двойной терапии плюс 2 цикла химиотерапии составляет 15,8 месяцев, двухлетняя объективная выживаемость, то есть наблюдение составляет 38%, и она на 12% лучше, чем у пациентов, которые получают только химиотерапию. Выигрыш мы видим во всех группах, как у пациентов с положительной педилиэкспрессией более 1%, по всем показателям по общей выживаемости, по времени до прогрессирования и по длительности ответа. И наиболее наглядно мы видим выживаемость, улучшение показателей выживаемости и длительность ответа у пациентов с негативной педилиэкспрессией, то есть у пациентов с негативным фактором прогноза. Двухлетний выживаемый составляет 37%, длительность ответа, частота объективного ответа 31%, двухлетняя длительность ответа 45%, то есть чуть ниже медианы. Таким образом, на сегодняшний день в лечении пациентов немелкоклеточным раком легкого в первой линии, помимо исследования КИНО-24, мы получаем возможность значения отезолизумаба в монорежиме, а у пациентов с негативными факторами прогноза, такими как метасазовый головной мозг, негативная эпидиэкспрессия, новой опцией в лечении становится двойная комбинация НИВА плюс ИПИ с двумя циклами химиотерапии. Конечно же, не мог не коснуться группы комбинированного лечения пациентов с хирургическим лечением, то есть локализованной стадии 2 и 3. Сейчас проводятся 4 крупные исследования третьей фазы адювантного наночения иммунотерапии, это исследование ЭНВИЛ с неволумабом, исследование ЭМПАУР-110, сейчас я данные покажу, исследование КИНО-91 с ПЕМБРа и исследование АДЖДЮРа с дюрволумабом. Вот опубликованы были данные исследования ЭМПАУР-10 с назначением адювантного отеза лизумаба при хирургическом лечении пациентов с 1-й Б по 3-ю А стадию, пациенты, которые получали адювантную терапию, 4 цикла в зависимости от гистологической структуры опухоли. И далее более 1000 пациентов рандомизировалось на 2 группы, в одной группе они получали отеза в стандартной дозе 1200 раз в 3 недели до 12 месяцев, в другой группе наилучшая поддерживающая терапия. Первичная конечная точка – это безрецидивная выживаемость, вторичная конечная точка – это общая выживаемость. Группы были хорошо сбалансированы по всем критериям включения, превалировали пациенты со 2-й Б и с 3-й А стадии заболевания. Вот показатели безрецидивной выживаемости. Мы видим, что медиана безрецидивной выживаемости в группе с адювантной отезой лизумабом не достигается, в группе с наблюдением она составляет около 3-х лет. То есть медиана выживаемости составляет тоже около 36 месяцев. Соответственно, 3-х летняя выживаемость 60% против 48%. Разница статистически достоверна. Наибольшие преимущества по выживаемости мы имеем у пациентов старше или моложе 65 лет, вне зависимости от пола. Имеется преимущество выживаемости у европеоидов, но не у монголоидов. Преимущества имеют статистически достоверно у пациентов ЭКОК статус 0 после хирургического лечения, но не ЭКОК статус 1. Удивительно, что статистически значимые преимущества имеют пациенты, которые ранее курили, но бросили курить. Тут какой-то особый смысл, потому что пациенты, которые курят на момент проведения хирургического лечения, почему-то преимуществ не имеют. Поэтому призываю всех бросать курить. Имели преимущества пациенты с неплоскоклеточным раком, но не с плоскоклеточным раком? Нет, ну конечно я смотрю так улыбки в зале. Нет, можете продолжать курить, потому что нам как таракальным хирургам все равно хочется кого-то оперировать. Поэтому курите на здоровье, но все-таки лучше бросайте. Вот, преимущества имеют пациенты преимущественно 3-й А стадии и пациенты с наличием метастазов в лимфоузлы Н1 и Н2. Пациенты из группы Н0 преимуществ не имеют. Но что самое интересное, имеют преимущества только пациенты при наличии положительной педилиэкспрессии. Более 1% и особенно более 50%. Пациенты с негативной педилиэкспрессией преимуществ не имеют, поэтому эта группа для комбинированного лечения остается еще открытой. И мы видим тенденцию к улучшению общей выживаемости. Пока данные очень сырые, поэтому ждем окончательных результатов. На сегодняшний день все-таки основной вектор направленности – это применение неоадювантной терапии. Вот об этом говорил Энтон Миллеру, но он-то больше акцентировал на адювантной терапии. Я все-таки скажу, что неоадювантная терапия, она в каком-то смысле, конечно же, лучше, потому что мы имеем первичную опухоль с неизмененной микроциркуляцией, с хорошей доставкой химиопрепаратов, лучшая переносимость в предоперационном периоде. Допустим, на примере того же самого рака желудка мы знаем, что адювантную терапию переносит только 50% пациентов, неоадювантную переносит 85-92% пациентов. Временной интервал, который позволяет, с одной стороны, реализоваться отдаленным метастазом, то есть мы имеем определенный клиринг пациентов с неблагоприятным прогнозом, оценка эффективности противоопухолевой терапии, потому что преимущество имеют пациентов, у которых опухоль отвечает на неоадювантную иммунотерапию, и возможность оценки состояния самой опухоли на основании морфологического исследования удаленного после неоадювантной терапии препарата, потому что он позволяет, с одной стороны, исследование Петтера из MD Anderson Cancer Center, который рекомендует исследовать минимум 10 срезов, оценивать количество жимой опухоли, принципиально дифференцирует группу пациентов на пациентов с минимальной резидуальной опухолью менее 10% и остаточной опухолью более 10%. Четко показаны прогностические изменения как по общей, так и по безрецидивной выживаемости у пациентов с наличием либо полной регрессии опухоли, либо минимальной резидуальной опухоли менее 10%. Мы видим, что пятилетняя выживаемость увеличивается практически в два раза с 43 до 84%. Поэтому очень важных протоколов – это протокол с неоадювантной иммунотерапией в чистом виде, протокол LCMC3 с атезолизумабом, два цикла дохирургического лечения. Исходно было включено 181 пациент. В хирургическое лечение перенесли 159 пациентов в 88%, в анализ попали 144 пациента в 80%. Мы видим, что частота полных регрессий – это пациенты, которые получали только от резолизума, поставляет 7%. Максимальная регрессия опухоли – 21%. Мы видим, что наибольший выигрыш при применении неоадювантной терапии имели пациенты 2А, 2Б и 3А стадии, соответственно, 6, 7 и 12%. Очень важный фактор – это низкая токсичность этой терапии с хорошей комплоентностью пациентов для протокола. В хирургическое окно, то есть в срок, когда пациентов необходимо было оперировать, попадает 88% пациентов. Очень хороший объем операции, потому что 85% пациентов выполнялось анатомическое удаление либо лобоктомии, либо билобоктомии, то есть не пневмоноктомии. Это очень важно, потому что пневмоноктомия – это достаточно калечащая операция, и отдаленные результаты зависят зачастую не от прогрессирования самой опухоли, а от функциональной переносимости. Частота пневмоноктомии – 9%, частота R0 резекции – 92%, и она значимо лучше, чем во всех исследованиях с неоадювантной химиотерапией. Переносимость терапии достаточно хорошая, особенно в неоадювантном режиме, то есть до хирургического лечения практически у всех пациентов отмечалась токсичность лишь только первой-второй степени, которая не нарушила срок выполнения хирургического лечения. Если посмотрим на отдаленные результаты, безрецидивные слева и общие справа, то мы видим, что, с одной стороны, иммунотерапия нивелирует различия между стадиями, потому что первая-вторая стадия – это синяя кривая, и третья стадия – это красная кривая – имеют абсолютно одинаковые показатели безрецидивной общей выживаемости. Полуторагодичная общая выживаемость, соответственно, 89% и 87%. И она значимо лучше, чем вот кривые выживаемости, которые мы имеем для всех стадий, это с учетом классификации ТНМ. А если мы еще накладываем сюда кривые выживаемости пациентов из исследования ПАСИФИК с адювантным значением дюрвалумаба, то мы видим, что показатели выживаемости пациентов в комбинированной группе с применением хирургического мета будут значимо лучше, чем у пациентов, у которых хирургическое лечение не применяется. Поэтому на сегодняшний день хирургическое лечение является обязательным фактором. На выводах об этом исследовании остановлюсь. Сразу перейду в возможность применения двойной комбинации. Это очень интересное исследование. Профессор Коскова представил сначала экспериментальную часть, которая была показана на мышиной модели, когда анти-ПД1, анти-СИТЛА4, либо их комбинации применялись либо неоадювантно, либо адювантно. И было показано, что у пациентов, у которых двойная комбинация, НИВА плюс ИПИ, применялась неоадювантно на мышиной модели, частота макро- и микрометасазов в легких была статистически достоверно ниже, чем в группах мышей, на которых терапия применялась адювантно. Было показано исследование Неостар. 44 пациента, очень элегантное исследование. В одной группе пациенты получали только неволумаб в монорежиме, в другой группе они получали ту же самую двойную блокаду. Эпилимумаб, то же самое, в минимальной дозе 1 мг на 1 кг в первый день и 3 введения неволумаба. Частота побочных эффектов составила около 40%, то есть допустимо для хирургического лечения, летальность 0, но при этом частота максимальных регрессий опухоли, то есть полных и частичных регрессий максимальных составила 33%, а частота полных регрессий составила 29% в группе с двойной комбинацией и 9% в группе с неволумабом в монорежиме. Таким образом, на сегодняшний день, конечно, это направление тоже активно исследуется. Я думаю, что в ближайшее время будут представлены больше исследований по применению двойной комбинации в неоадювантном либо в переоперационном режиме. Таким образом, в заключении можно сказать, что к концу 20-го и в начале 21-го года этого столетия проведение иммунотерапии при метастатическом немелоклеточном раке легкого является стандартом в лечении пациентов раком легкого, причем если у пациентов с гиперэкспрессией мы имеем возможность применения монотерапии с иммунными препаратами, либо пембролизумаб, либо атезолизумаб, то у пациентов с либо негативной, либо умеренной педилиэкспрессией мы можем применять комбинацию химиотерапии плюс иммунотерапии у пациентов с агрессивным течением заболевания, либо балки дизиз при наличии более двух метастазов и размеров метастазов более 100 мм. При неплосклеточном раке у нас есть возможность применения квадритерапии, то есть химиотерапии плюс бевоцезумаб, плюс атезолизумаб с очень высокой частотой объективного ответа и улучшением безрецидивной общей выживаемости. У пациентов с неблагоприятным прогнозом течения заболевания новой возможностью, особенно у пациентов с негативными факторами прогноза, отрицательная педилиэкспрессия и наличие медсанта в головной мозг, новым вариантом терапии выбора является применение двойной иммунологической блокады плюс два цикла химиотерапии в, так сказать, гармонизированных дозах. У пациентов с наличием ИГФР-мутаций при прогрессировании натерозинкеназных ингибиторов, при отсутствии новых таргетных точек для проведения таргетной терапии, у нас существует, опять же, та же самая возможность применения квартет-терапии противопухолевый дублет плюс бевоцезумаб плюс атезолизумаб. Одной из перспективных и наиболее значимых опций в ближайшее время для пациентов с локализованными стадиями процесса является применение либо днеоадювантной, либо одювантной, либо переоперационной иммунотерапии с возможностью комбинации с химиотерапией, которые в сочетании с агрессивным хирургическим методом позволяют добиться очень хороших, я бы сказал, на сегодня более чем удовлетворительных результатов лечения пациентов из этой неблагоприятной группы. Спасибо за внимание.